О, она полная. Почему? Полный бак. Какой-то мутник. Так, это что случилось? Всем привет, вы на канале ОМЗАП, меня зовут Георгий. И давайте посмотрим, какую радость нам вчера привез эвакуатор. Это Hyundai Grand Santa Fe 2014 года с пробегом 99000 и двигателем D4HB. Как говорит владелец автомобиля, он заехал на вполне приличную заправку, Очень красивую, светящуюся с вывесками и всем остальным. И заправился тем, что мы можем сейчас увидеть в топливной рампе. Вот такая чернота тяжелого топлива наблюдается у нас сейчас. Мы будем чистить систему впуска, снимать бензобак и покажем, расскажем, что мы там еще нашли. Итак. Это, конечно, какая-то же... О-о-о! Она полная. Почему? Полный бак. Какой-то мути. Так. Это что случилось-то? Это что такое? Откуда здесь их? Это... Холян! Масло. Нет? Не понятно, что это, может быть, похоже на масло. Топливный фильтр снят, и то, что вы можете увидеть, это то, что с него сливалось. Вот только взгляните на эту черноту. Возможно, это, конечно, масло или отработка, мы-то не знаем, но самое важное это сейчас очистить топливную систему от всего того, что туда залили. Вот так выглядит жесть на ИСТООО. И такой, как я у нас, полный бак. У меня прям кусками вываливается. Бак как новый. Внутри. Чистота. Лепота. Анатолий все отмыл. Вся земля, вся грязь, все вымыто. Будем устанавливать. Сейчас программно прокачаем топливо, топливную систему, и будем готовиться к запуску. Сделаем тест на обратку. Подводя некий итог по Грандс РТФ, который находится сзади меня, нам пришлось поменять топливный бак, прочистить топливную систему, прочистить блок подкачного насоса. Вы сами видели, в каком-то состоянии все там находилось. Вот эта черная жижа, которая там была, ее тоже сложно назвать топливом. Собственно, после промывки всего этого, еще поменяли обратную магистраль. Ее выдавило явно из-за чрезмерного давления. И поменяли нагревательный элемент в корпусе топливного фильтра. Почему он вышел из строя, неизвестно. Возможно, причина та же самая. Возможно, это просто совпадение. Собственно, после первых манипуляций мы попробовали завести двигатель с помощью спрея. Он не поддавался, работал буквально пару секунд чисто на спрей и глох обратно. Померили обратку на форсунках, поняли, что все-таки они умерли. Поменяли форсунки, как видите. Обязательная процедура. Прописанная форсунок в блок двигателя. И, конечно, про суммы ремонта. 96 650 рублей вошли запчасти, вошли дорогостоящие форсунки. Нагревательный элемент, который идет с корпусом топливного фильтра. И трубка обратно в магистрале. И 25 380 это работы. Диагностики, снятие бака, установка форсунок. Общий счет 122 тысячи рублей. Вот такая вот заправка получилась у Grand Santa Fe. Мы проводим последние проверки автомобиля, чтобы ничего нигде не подтекало, чтобы все стояло на своих местах. И завтра автомобиль будет выдан клиенту. Напишите в комментариях, бывали ли у вас проблемы какие-нибудь с автозаправочными станциями. Или рекомендуйте, какими станциями пользуетесь вы. Меня зовут Георгий, с вами была АМЗАП. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пейте колокола. Хорошего вечера! Субтитры сделал DimaTorzok